Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас на своем канале. Здесь я говорю о возможностях инвестирования на фондовом рынке и учу людей, как создать семейный капитал в ценных бумагах. Сегодня моя тема – 5 основных привычек грамотного, настоящего, разумного инвестора. Если вам интересно, оставайтесь, ставьте, пожалуйста, лайки, делитесь с друзьями, подписывайтесь на мой канал. Я надеюсь, очень надеюсь, что я буду вам полезен. Жду от вас в комментариях вопросы, которые вы хотели, чтобы я осветил. И следующее видео я, может быть, как раз на эту тему и сделаю. Итак, 5 основных привычек грамотного инвестора. Первая привычка, конечно же, знания. Постоянное стремление к получению знаний. Каждый день вы должны уделять хоть немного времени, но изучать тему инвестиций. Пусть это будет 5, 10, 15 минут, но это создаст необходимый фундамент для того, чтобы вы были успешными в этом деле. Это касается любой деятельности, правда? Второй. Грамотный инвестор инвестирует постоянно. Во-первых, он постоянно в поисках инвестиций. Во-вторых, он инвестирует постоянно. Например, ежемесячно, как я. Я начал в 2005 году и не собираюсь останавливаться. Это дает удивительные плоды, друзья мои. Поверьте мне. Не думайте, что нужно очень много денег, чтобы инвестировать. Это может быть самые небольшие деньги, потому что, например, бизнес не идет. Кризис, коронавирус, карантин, зарплату урезали. Но постарайтесь хоть минимум инвестировать. Поверьте мне, это будет супер, супер выгодно со временем. Многие говорят, Баффет чемпион мира по инвестициям. И я так говорю. И это так. Но никто не говорит, что он уже 70 лет постоянно инвестирует, друзья. Представьте, 70 лет непрерывного инвестирования. Так что не пренебрегайте этим пунктом. Постоянное инвестирование. И возможно, вы сможете сделать это автоматически. То есть, чтобы у вас со счета даже небольшие суммы уходили автоматически. Это сейчас настроить несложно. Вы даже не будете замечать, как у вас будет счет пополняться и расти. Третий пункт. Ваши доходы должны быть всегда больше, чем ваши расходы. И здесь нужно привить себе привычку платить себе в первую очередь. И тогда на этом уровне вы уже задумаетесь не только о своем поколении, но и на несколько поколений вперед. У меня есть видео о финансовом плане на 300 лет. Я вот сюда его размещу. Пожалуйста, переходите по ссылке. Посмотрите, очень интересно. Очень вдохновляет то, что вы, как глава семейства, как начинатель семейного фонда, будете думать на несколько поколений вперед. Это же прекрасно, друзья. Так вот, доход должен быть больше, чем расход всегда. А вот эту разницу, нужно, эта разница грамотно распорядиться. И платить нужно сначала себе, а не другим. Мы платим кому угодно. Магазин за продукты, бензин, заправка, одежда, магазины платим, ходим, тратим, всем платим, но про себя забываем. Так поэтому, как только вы получили доход, заплатите сначала себе. Это значит, уберите свою инвестиционную долю в сторонку, именно на свой счет инвестиционный. А потом, все, что осталось, тратьте согласно вашему плану. Надеюсь, что понятно объяснил. Четвертый пункт. Грамотный, настоящий, разумный инвестор думает по-другому, нежели думает общая толпа. Как-то очень мудрый человек сказал, что на рынке надо покупать тогда, когда по улицам течет кровь. И продавать тогда, когда все воодушевлены, и даже бабушки и таксисты говорят о том, что нужно покупать акции. Это правда, друзья. Это правда. А лучше всего надо покупать всегда. Просто когда по улицам течет кровь, как, собственно говоря, сейчас. Сейчас, в моменте 23 марта 2020 года, мы видим сильнейшее падение фондовых индексов. По-моему, уже перевалили за 30% падение. Но я думаю, что будет еще хуже. Может быть еще хуже. Конечно, я же не знаю, но я думаю, что будет еще хуже. Итак, разумный инвестор думает нестандартно. Следующий пункт, и, наверное, пятый. Я сказал, что пять привычек разумного инвестора. Это не бояться. Не бояться и принимать решения с холодной головой. Не бояться ошибиться. Не бояться оказаться неправым. Не бояться даже потерять какие-то деньги. Потому что вы не сможете зарабатывать сверхдоходы, если не будете рисковать. Нужно рисковать. Но с разумной стратегией и с холодной головой. Поэтому старайтесь искать новые идеи. Новые проекты. Наряду с тем, что вы уже что-то делаете. Я начинал в 2005 году, наделал кучу ошибок. Что там я? Даже Баффет ошибается периодически. И он это признает. Но дальше идет. Дальше двигается. Не парализуется. Не останавливается. И это одна из главнейших привычек настоящего разумного инвестора. Друзья, на этом все. Если что-то я упустил, пожалуйста, подскажите мне. Подскажите. И задайте мне вопрос, на который я запишу видео. Помогите мне с выбором полезных для вас тем. Ну а пока спасибо. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь с друзьями. Всего доброго. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой канал. Продолжение следует...